Итак, продолжаем проходить игру Pokemon Mystery Dungeon Gates to Infinity. Ну, собственно, тут только самое начало, поэтому нам пока что ничего кроме как не остаётся, кроме того, чтобы посмотреть, что же в этом городе есть интересненького, пока наш друг Кваксар ищет нам Столяра или Плотника, не помню, как точно это переводится. Моё имя Рампардос. Я ломатель коробок. Если у тебя есть сокровочная коробка для меня, я их смогу открыть. Ну да, понятное дело. Максим пока что закрыт. Я переломал слишком много, извиняюсь. Ну да, пока что нам это не нужно. Но потом можно будет находить по земельам различные коробочки, и за 150 рублей их нам будут ломать. Сори. Думаешь, мне стоило остановить ту битву? Что ж, я не хотел ввязаться в это, понимаешь ли? Вот почему все не хотят видеть вещь. Да, никто не хочет ввязаться, хотя спрашиваются, что нам было такого серьёзного. Драки, как это, случаются всё время вокруг здесь. Да уж. Не очень понимаю, как это переводится. Ладно. Короче говоря, говорят про этот самый гифт-шоп. Это магазин с подарками. Здесь я создаю подарки просто для моих покупателей. А нет, так как они хотят. Но прямо сейчас у меня нет материалов для бумаги, так что не могу открыть магазин. Открою его обязательно потом. Так что извиняюсь, но вам стоит подождать. Но мне всё равно денег не так уж много, чего не тратить на это. И вот самый такой персонаж, которого сложно прочитать, потому что он говорит то ли с акцентом, то ли с выбитыми зубами. Да. Ладно. Скорее всего, с перевода у меня будет совсем плохо в этот раз. О, вот коксар. Ммм, вы двое. Вовремя. Эти два тимбура вон там. Помощники плотника. Тебе стоит спросить их насчёт твоего дома. Ммм? Ммм, пацанчики. Где ваш мастер? Что? Наш мастер? Ты имеешь ввиду босса? Если вы ищете босса, он внутри. Ваш босс это плотник, да? Мы хотим, чтобы он построил нам дом. Можете вы провести нас на встречу к нему? Мы, конечно, можем. Пошлите. Не отступайте. Здесь что там? И не ожидайте ничего. Ммм, похоже всё в порядке. Удачи с плотником. Ммм? Я буду ждать вас здесь. Ммм? Ага, спасибо. Так, где ваш босс? Это он? А? Вы о чём вообще? Это не босс. Эммм... И в... Она... Какого хрена это может быть похоже на плотника, да? Это свона. Ей принадлежит это место. Она в заряде. Вы увидите нашего босса прямо тут. А, вон он. Вот это наш босс. Гурдур. Гурдур! Действительно. Слушайте. Босс сейчас немного... Не очень-то... Короче говоря, не очень-то добрый. Так что следите своими манерами. Хе-хе. Гурдур! Гурдур! Что? Упс. Что вы хотите? Эй, босс, смотри, тут пацанчик есть. А? И что это? У вас есть работа для меня? Да, мы хотим построить дом. Я думаю, мы можем это сделать, а нам нужен плотник. Мы слышали, что ты плотник, так что... Так что поэтому мы здесь. Точка, точка, точка. Мы, конечно, заплатим тебе за помощь. Нам действительно нужно место для житья. Пожалуйста. Не поможет ли я там построить наш дом? Точка, точка, точка. Так, эм... Что ты думаешь, босс? Точка, 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 точка. Эм... Босс? Гурдур! Упс. Ладно. Я сделаю это. Правда? Ладно, да-да, правда. Я плотник, в конце концов. Эм... Крафтсмен, что? Ладно. Короче говоря, создатели в этом мире. Спасибо тебе. Ладно, Джон. Эм... Мы собираемся построить дом. Но нам нужны рубли для постройки дома, да? У нас их практически нет, но... Нам стоит работать, чтобы несколько сохранить. А, нам не нужны рубли. Я хочу, чтобы вы принесли мне кое-что другое. В этом месте... В одном месте названа пещера камней. Эм... Идите туда, в самую глубочайшую дорогу, и... Найдите мне кое-какие кам... Камушки, которые там найдёте. Камушки? Да, именно так. Это голубые камни, понятно? Нам нужны материалы, чтобы построить вам этот дом. Мне нужны эти голубые камни, чтобы продать их на... Строительные материалы. На рынке. Если вы найдёте камушки... А, вы найдёте их внутри этой самой пещеры. Так, позвольте меня увидеть. Да, около пяти маленьких штук будет достаточно, я думаю. Если вы найдёте... Пойдёте и найдёте несколько штук, я смогу продать их за то, что... За всё, что вам нужно. Тогда мы сможем построить вам... Ваш маленький дом. Ладно. Нам просто нужно принести тебе пять маленьких камней, да? Пошли, Джон. Спасибо, Гурдур. Спасибо, Тимбур. Ну, вроде как, непростая... Тьфу, ты несложная задачка. И как это прошло? Ммм? Всё в порядке. Плотник согласился на наше предложение. Если мы просто пойдём в каменную пещеру и принесём ему несколько камушков, которые он хочет... Он поможет нам построить дом. Ммм... Звучит несложно, да? Вы можете попасть в каменную пещеру из перекрёстка дорог. Ммм? Отлично, тогда мы сразу отправляемся. Ммм... А? Тимбур? В чём дело? Точка-точка-точка-точка-точка-точка-точка. Ммм... Вы что-то хотели сказать нам? Нет, это ничего. Да, забудьте. Просто идите и возьмите эти камни, наконец. Мы сделаем, разумеется, спасибо. Мы вернёмся очень быстро. Да. Какая-то уже и трига потихоньку наклевывается. Вы можете попасть в пещеру из этого перекрёстка. Ага. Там только одна вещь, которую нужно запомнить. Я думаю, вы уже знаете, но... Эээ... Каменная пещера это мистическое подземелье. Мистическое подземелье? Я слышал эти слова, но... Мистические вещи всегда случаются в местах типа этого. Эээм... Как будто каждое время, когда туда заходишь, оно каждый раз меняется. И... Под... Под землёй всё будет вести себя в место, которое ты не можешь представить. Эээм... Эээ... Серьёзную атаку от дикого покемона. Они очень... Эээ... Опасные в этих местах. Так что будьте осторожны. Ага. Я вижу. Эта работа может быть не так бы... Быстрая или как я думал. Тогда опять же постройка дома это не очень легко. Эээм... Попытайтесь сделать твое... Своё лучшее. Ммм? Ты знаешь, Коксайр? Ты полностью понимаешь опасность этого места. Да? Не думаешь ли ты... Ээээм... Не знаю, как это переводится, извиняюсь. Ммм... Ммм... Болин. Я, походу, уже совсем... Сфэрился. Ладно. Почему бы не начать сейчас? Ммм? Между прочим... Между прочим... Я как-то чувствую, что вы можете сделать это вместе. Это... Такое восприятие. Ммм? Даже если оно базируется на абсолютно ничем. Если честно, Коксайр, ты просто... Ладно. Мы хотим сделать хаос. Тьфу ты. Дом. Так что нам стоит попытаться в любом случае. Джон. Прежде чем мы отправимся, давай убедимся, что мы знаем, что мы делаем. Курдур хочет, чтобы мы попали в эту пещеру и взяли пять голубых камней. Это то, что он сказал, да? Отлично, тогда пошли. Мы собираемся взять эти дурацкие камушки и построить нам дом. Ну ладно. Выбора у меня, конечно, немного, я так понимаю. Хотя нет, мы можем вернуться в наш рай. Правда, в нашем раю пока что ничего абсолютно нет. Везде пустота, камни. А хотя нет, есть еще одна интересная вещь. Почтовый ящик. Там что-то внутри. Когда вы смотрите внутрь, вы находите письмо. Вот что оно говорит. Добро пожаловать во что-то там. Это что-то там может быть использовано, чтобы помочь другим, когда они упали в подземелье. Многие покемоны также, вот там, вот тут в подземельях. Но некоторые приключенцы помирают, прежде чем закончить их путешествие через подземелье. Но если так происходит, у тебя, если ты положишь воскрешающее зелье сюда, ты можешь кому-то помочь, кто упадет. Если ты хочешь кого-то спасти, ну да, понятное дело. Там, кажется, что-то внутри находится. Получено одно семечко. Ура! Да, очень годная вещь. Во всяком случае, нет, спасибо, я обойдусь. Мне все равно Wi-Fi нету, так что неважно. Но воскрешающие семечки, тем не менее, очень полезны, с учетом того, что мы еще не очень-то опытные, поэтому нас завалить очень даже легко. Да. Скучновато у нас, конечно, место, но ничего, это пока что. В конце концов, наш рай превратится в самое настоящее, как бы так сказать, убежище для всего, что можно. Ну ладно. Интересно, почему-то в этом перекрестке есть какая-то дорога, по которой невозможно никуда идти, просто невидимая стенка. Да, даже когда игру закончишь. Ну ладно, видимо, разработчикам так захотелось. Такс. Куда вы собираетесь пойти? Ну выбора у нас немного. Это предыдущая локация, где мы уже были. И следующая. Так что, видимо, да. Идем куда есть. Да. Ладно, пошли. Мы собираемся взять эти голубые камни. Йоу. Каменная пещера. Б1Ф. Так, некоторые мувы могут ударить покемонов, которые даже далеко. Ну да, понятное дело. Мне с этим довольно-таки плоховато, и поэтому я обычно использую просто все то, что бьет вблизи. Ладно, давай с нами повоюем там пока что, я тут побегаю. Пособираю вещи всякие интересные. Конечно, количество шмоток, которые можно по нас собирать, и количество их видов довольно-таки много, поэтому нужно во всем этом стараться разобраться. И точно уже понять, что тебе действительно нужно, что можно выбрасывать или продавать. Ну, я так уже, я так уже решил, что мы тормозить не будем, и как только найдем выход, сразу же в него идем. А фармить вещи я буду... Фармить вещи и деньги я буду уже... Чё хотим сказать, фармить вещи я уже буду за пределами летсплея. И что интересно, иногда бывает так, что рандомный генератор спаунит лестницу прямо рядом с нами, и можно сразу же подняться на следующий этаж. Ну, по-моему, это неплохо. Так... Да, это я знаю. Можно у нас застроить своего напарничка в меню внизу. Его, опять же, не вижу. Тут фото не видно, то бишь. Так, сэээм... Нужно будет отключить всякие ненужные мувы. Ну, вот, лир, например. Выключить. Всё. Я так считаю, что, как в основной линейке, нужно стараться использовать именно атакующие умения, потому что от них больше всего толку и больше всего шансов, что ты успеешь, собственно, повоевать, прежде чем тебя завалят. Такс. Ну, благо, что хотя бы кто-то ещё умирает у нас от одного удара, так что можно порадоваться по этому поводу. Но, опять же, выгоднее фармить вещи и денюжки, как раз таки... Чё хотим сказать, как раз таки в дополнительных подземельях за пределами игры. Потому что там и смерть тебе ничего толком-то и не сделает, и перепройти всегда можно без проблем. О! Джон вырос до уровня 8, наконец-то! ХП плюс 3, атака плюс 2, защита плюс 2, специальная атака плюс 2, специальная защита плюс 2. Ну, к сожалению, в будущем... Статистики... Статистики все эти будут повышаться уже совсем по чуть-чуть. Поэтому... Потом уже толку-то особого не будет от всех этих повышений уровня. Так. Надо спасать снави, пока его не завалили. Хотя, наверное, это, конечно, случится. Ну, ладно. О, вот и снави вырос, красавец. Примерно то же самое. Хотя он изначально сильнее, чем я, в общем-то. Вернее, не сильнее, у него больше здоровья. Так, ну ладно, вот хорошо. Хоть быть более живучим, чем я. Ну и то, что я, собственно, выбрал дракона, это очень даже неплохо не только для ролеплея, а чёрт. Отлично, меня конфузнули. В этой игре конфуз причиняет гораздо больше неудобств, чем в основной линейке. Потому что, когда тебя конфузнули, ты можешь совершенно случайно в одном из восьми направлений ударить не туда и, соответственно, не попасть по врагу. И это причиняет очень большие неудобства в серьёзных битвах. Это сейчас, в начале игры всё очень легко, а там будет... Из-за таких вот статус-эффектов будут большие проблемы. Да. Да, вот эта халявка, которая позволяет очиститься от всех негативных и позитивных эффектов. Поэтому нужно запоминать, где они находятся. Ну, у меня мини-карта, конечно, есть, поэтому я не запутаюсь. Так, а вот эликсирчик, который позволяет восстановить все очки для... Все очки умений, чтобы можно было сражаться дальше. Всегда нужно стараться иметь с собой парочку в запасе. На всякий случай. Они, конечно, и так спаунятся на каждом уровне практически, но всё-таки не стоит на это рассчитывать. Тем более, что бывают ситуации, когда тебе приходится удирать от врагов, потому что ты не можешь с ними справиться со всеми. О, пришло куда надо, хорошо. Чёрт, я там начал говорить про что-то другое. Ах да, про релли-плей, да. Я хотел ещё сказать, что драконам играть здесь очень даже выгодно, потому что большая часть врагов, как минимум, нормально им повреждаются. Поэтому это выгоднее, чем играть травяным, огненным или водяным стартовиком. Потому что у них, понятное дело, есть и основная масса противников, которых мы практически... Фу, которых они не могут практически победить. А дракону всё довольно-таки легко даётся. Так что всё очень даже правильно я выбрал. Кстати, автонаведения здесь не бывает, поэтому нужно целиться во врага заранее. Ты так ударишь ещё по воздуху и всё. Считай прав, фукал свой мув. Что-то народу так много на нас попёрло, я бы сказал. Не то, чтобы это была сильная проблема, но всё-таки понаехали тут, понимаете ли. Так. Ну да, как я уже сказал, эсплей будет длиться очень долго. Потому что с такими темпами, с такими моими навыками перевода, я, конечно, буду мучиться довольно долго. Ну ладно, что поделать. Всё, кажется, прошли что ли? Фух, мы довольно далеко зашли. Эй, вон там. Что-то блестит. Пошли, Джон. Вау. Ох, посмотри, это должны быть голубые камушки. И, эм, здесь должны быть те камни, о которых Гурду говорил. Это, похоже, конец пещеры в любом случае. Похоже, что всё, что нам нужно, это взять вот эти вот голубые камни с нами, да? Да. Давай соберём несколько штук и свалим отсюда, почему бы и не сделать это. Отлично, я взял пять штук. Джон, пошли торопиться назад в город. Когда мы сделаем, мы заставим Гурдура начать строить наш дом. Да, если бы. Хотя, странно, почему он попросил так мало? Можно было запросить сразу пятьдесят штук, набрать там, например, чтобы построить целый город нафиг. Действительно. Ну, может быть, они много весят. Так-то в игре нет ограничения по весу, есть только ограничения по размерам рюкзака. Нафиг его знает. Такс. Пошли, Джон. Эм, с Нави, похоже, рад. Он, наверное, счастлив знать, что он скоро будет, заимеет свой собственный дом. Я понимаю, такое чувство. Хм. Мы здесь. Мы вернулись в постгород. Давай найдем Гурдура прямо сейчас. Ой. Эй, смотри, осторожно. Я извиняюсь, я просто действительно тороплюсь. Пожалуйста, извините. Чувак, это меня удивило. Что это вообще было? А, неважно. Пошли, Джон. А, вы взяли их, голубые камни. Мы сделали это. Там было довольно много врагов в этой пещере, но мы это сделали. Замечательно. Ну что ж, про обещание есть обещание. Я построю вам этот дом. Да. Хорошо, только сначала дайте мне камушки. Конечно. А? Что? В чем дело? Они пропали. Голубые камни. Что? Зачем ты в ковре роешься с нами? Да так ужасно. Я знаю, что я нес их по пути сюда. Неважно, как много времени я проверял. Они не здесь. Гурдур. Ба-ха-ха-ха-ха. Вы шутите надо мной, да? Вы даже никогда не ходили за ними, не так ли? Тогда, я полагаю, я не смогу построить вам любой дом. Иначе как? Мы правда принесли эти камни? Ты должен поверить нам. Где они тогда? Хм. Я полагаю, вам лучше просто пойти и взять еще. Удачи. Это... Я все еще не понимаю. Я уверен, что они были у меня, когда мы возвращались, знаешь ли. Это так. Я помню, что я видел, как Снави собирал камни в той пещере. И Снави ходил прямо передо мной до самого конца. Если бы он уронил камни, я бы наверняка увидел это. Хм. Довольно сложно понять, да? Но... Размышлять это не поможет нам. Нам просто стоит пойти и взять еще немного камней. Да. Только при этом, на самом деле, такой возможности у нас не будет. Хм. Первое посещение. Но Пулсгород действительно великий город. Не важно, как хорошо выглядят города. Противники и все, что угодно. Так что... Что-то я сам даже не толком не понял. Ладно. Вода в этом городе наверняка лучшая. Мы приключенцы, видишь? Трое из нас в путешествии вместе. Ну да, действительно, это выгодно компенсировать проблемы друг друга, можно сказать. Ну, теперь мы можем в восточную часть города зайти. Ой, тфу-то, то есть в западную. Хотя тут, в общем-то, и смотреть-то нечего. Эм, покемоны, которые убегали из этого магазина... А, вернее, которые рулят этим магазином, это Кофагрикус. Чувак, он совсем сошел с ума от золотых слитков. Если ты принесешь их ему, он продаст тебе вещи или рубли за них. Вот что я слышал в любом случае. Я думаю, что он все еще строит свой магазин, так что тебе стоит подождать. Когда у тебя они будут... А, нет, как будто они у тебя есть. Я никогда не видел настоящий золотой слиток. Интересно, где ты их собираешься найти, а? А чё их-то ходить? У меня уже есть две штуки, то, что я там нафармил. Ну, это, видимо, с сюжетом не учитывается в любом случае. У-ху-ху-ху-ху! Это золотой истребитель, известный как замечательное золото. Я теряю контроль, когда вижу замечательные искры. Понял? Замечательные искры. Так что, если у тебя есть некоторые искры... Обменяй их на вещи здесь. Извини, но мой магазин пока что не готов для бизнеса, так что, пожалуйста, подержи их. Если ты положишь свои руки на любые искры, принеси их очень безопасно ко мне. Не вздумай их подавать кому-либо ещё. Я доверяю тебе, понял? Хо-хо-хо, хо-хо-хо. Да. Наркобан какой-то. Ну, ладно. Тут, в общем-то, большая часть покемонов, они из четвёртого все поколения, так сказать. Ой, тьфу, из четвёртого. Из пятого. Поэтому, если доводилось поиграть, то можно увидеть все знакомые лица. Ну, хотя я пока-то ж пока что там недалеко зашёл. Когда ты пришёл, прошёл весь этот путь наверх, воздух, кажется, чище, не так ли? Я Минфу. Эмм. Военный артист? Или что? Хе-хе. Я путешествую, чтобы тренировать себя и повышать свои скиллы. Я остановился в постгороде. Я уверен, что мы встретимся опять. Ну, ладно, что ж. А почему воздух тут чище? Внизу что, машины есть или типа того? Хотя фига знает, что тут происходит. А? Чё хотел? Я? Имя Сэндил. Я часть... Эмм. Банды Крокурока. Эм. Вам стоит не связываться... Вам не стоит связываться с нами. Я прошёл весь этот путь сюда, потому что босс сказал мне, но... Эй, чуваки. Эм. Не знаете ли, где я мог бы найти депозитную коробку? Эм. А не была ли она где-то здесь? Эм. Она внизу находится, ё-моё. Наркоман. Видимо, я один об этом знаю. Ну, ладно. Я опять же извиняюсь за то, что я тут тяну время. О. Тут тоже без нас всё происходит. А? Что? Этот покемон? Не это ли покемон, который... Это оно. Снави, наверное, уронил камни, когда он столкнулся с ним раньше. Может быть, если мы поговорим с этим покемоном, он знает что-то? А? С чем дело, Джон? Что? Ты хочешь спросить того покемона, которого мы видели, знает ли он что-нибудь? Ок. Если мы действительно уронили камни на нашем пути в городе, может быть, этот покемон может знать, где они находятся. Он мог их найти, короче говоря. Если мы потеряем время, мы наверняка его упустим. Джон, бери свои ноги. Постойте. Пожалуйста, постойте прямо тут. А? Я ожидал, что кто-то появится, но не ожидал вас, Тимбур. Извини, наверное, нет времени говорить. Мы торопимся прямо сейчас. Мы знаем. Вы собираетесь за Скраги, не так ли? Скраги? Вы имеете в виду того покемона, который просто убежал? Он называется Скраги? Да, потому что это он. И если вы хотите знать, куда он пошел, что ж, мы можем сказать тебе. Куда? Скраги собрался в Хэзи Пэс. Вы найдете его, если пойдете туда. Да, так что вам стоит, пацанчикам, лучше. Я имею в виду, мы думаем, что вам стоит пойти. Идите за Скраги. И заберите то, что он похитил от вас. Просто заберите свои камни уже. Ты хочешь сказать, наши голубые камни были похищены? Это случилось прежде, чем вы двое попали в город. Когда Скраги столкнулся с тобой на входе, он забал твои камни. Что? Но вы... Как... Как вы двое могли это знать? Действительно. Мы... Мы извиняемся, ладно? Мы не имели в виду ничего подобного. Эй, постойте. Постойте. А, они сбежали. Я не уверен, что сейчас произошло, но... Тибур сказали нас забрать нам в голубые камни. И тогда они сказали, что они были похищены тем Скраги-пацанчиком, который от нас убежал. Когда Скраги столкнулся с нами, наверняка, скорее всего, у него было достаточно времени. А нет, наоборот, трудно верится, что у него было достаточно времени, чтобы похитить их в секунду. Да, но тембуры, наверняка, были серьезны насчет этого. Так что, Джон, мы пойдем за Скраги и посмотрим, что он хочет сказать. Они сказали, что он отправился в место с названием Хазипэс. Я полагаю, мы можем попасть туда из перекрестка. Наверное, стоит посмотреть... Начать посмотреть. Пошли. Ну ладно, что ж, куда нам деваться-то? Ничего тут больше не будет. Так что, постараюсь хотя бы пройти еще подземелиться до конца этой части. Куда вы пойдете? Да, Хазипэс. Будем пока что просто идти строго по сюжетке, как будто у меня есть выбор. Я знаю это, мы можем попасть в Хазипэс отсюда. Ладно. Теперь все, что нам нужно сделать, это пройти дорогу и поймать Скраги. Ладно. Хазипэс. Этаж первый. Вау. Головоломки, можно подумать. Но на самом деле все предельно просто. Даже очень предельно. Так, кто, я думаю, тянуть время не стоит? Интересно, кто придумал все эти забавные механизмы, которые здесь находятся? О. И тут, кстати говоря, на этих открытых местностях тоже находятся покемоны. Когда мы с ними сталкиваемся, сталкиваемся, начинается обычная пошаговая борьба. Да. Вот сволочь. Вообще понизила мне все статистики, скотина такая. И опять понизила статистики. Лучше гнида. Ау. Еще и бьет сильнее меня. Надо быть аккуратным. А то не хотелось бы, мне честно говоря, подохнуть по дороге к нашему Скраги, который стырил наши камни. Ну, в общем-то, да. Если подумать, то можно было и за секунду успеть, если у тебя хорошо прокачан навык скрытности. Да. Такс. Еще. Да уж. Действительно странная лестница, я бы сказал. Но, опять же, как я уже сказал, подобные загадки будут встречаться только в самом начале игры. А дальше уже... Хотите ли вы попрыгать по этим хреновинам, чтобы продвинуться вперед? Конечно. Мы же такие кузнечки. Так. И снова пещера. Дальше уже будут, опять же, только обычные пещерки. Без всяких вот таких вот прыганий. И прочь фигни. На, скотина. На еще раз, жирная тварь. Будет же упорная тварь, а. Готово нафиг. Такс. Я еще, кстати, начал говорить, кажется, о... Всяких шарфиках и платочках, которые здесь имеются. Они дают дополнительные какие-то бонусы, или прирост их статистикам, или типа того, и всякое прочее. Поэтому я уж как раз-таки обзавелся за пределами летсплея парочка штук. Выдал себе шарфик на увеличение, ускорение восстановления здоровья. Остави на уворотливость. Я думаю, ему это полезнее будет. А я суровый, серьезный, мощный, жирный дракошка. Поэтому мне определенно нужно что-нибудь мощное, чтобы быть танком. Да. Ну ладно. Я уж сам не знаю, чего несу. Так, опять кнопочки. Ой-ой-ой. Да. Называется, понажимал рандомно кнопочки. Сразу же сожрал аптечку. Ну, дофиг с ней. У нас пока что места в рюкзаке, конечно, немного, но все-таки надо бы, конечно, его поэкономить. Да. Ну ладно. Так. Да уж, это даже задачками не назовешь. Это просто уже чисто нефиг делать. Так, что у меня тут еще имеется? Фокус энергией Лиры, это, кажется, не атакующие умения. Поэтому хрен с ними. Вот же сволочи, а. На. Такс. Как я уже сказал, надо ссораться и делать упор именно на атакующие умения, потому что от них будет больше толку, в конце концов. Особенно, когда на тебя нападет толпа врагов. И особенно, если у тебя внезапно не окажется зелье восстановления очков навыков. Тогда будет действительно очень полезно. Эм. Использовать все возможное оружие, которое у тебя только имеется. О. Реюнион Кейп. На, хренатень. Так. Самый лучший бантик я уже нашел, практически. Хотя я бы тоже не отказался, на самом деле, от бантика нового рода. Он был бы мне полезнее. Ну да посмотрим. Может быть, еще успею где-нибудь его раззабыть. Так, давай с Нави. Воюй, пожалуй. Ой, пожалуй. Пока что. Кстати говоря, вражеские покемоны тоже могут тырить вещи с пола. Но из них всегда их можно выбить. Да. Распотрошить их и выбить из них все наши вещички. Ну ладно. Так. Как обычно, не будем тянуть резину. И сразу же стараться пройти к выходу. Потому что я и так много времени трачу на заставке. Так что уже ладно. Подземелья нам еще придется много проходить. Вы пришли практически к своей цели. Не так далеко осталось. Время быть осторожным. Ну да, вот есть такие вот полезные места посередине подземелья. Где есть такое вот место для передвижки. Из-за до сундук, в котором можно сложить те лишние вещи, которые успели накопиться. Поэтому определенно им стоит пользоваться. Мы почти поймали скраги. Давай сделаем наше лучшее, Джон. Ладно, без проблем. Только я не пойму, что у меня постоянное освещение меняется как-то. Эх, ладно, не страшно. Конечно, плоховато, видно, я понимаю. Но вроде как не очень. Но сойдет, короче говоря, да? Надеюсь. Такс, продолжаем. Ладно, пускай пока Снави за меня повоюет. Я пособираю вещички. Снави, воюй давай, воюй. А то мне некогда. Блин. Еще скорость понизили. Кстати говоря, в отличие от основной линейки, скорость здесь никак не покачивается. Потому что она влияет только на количество действий за... Чего это сказать? За шаг допустимый. То бишь, если бы сильно пониженная скорость, можно будет сделать только за два шага одно действие. Если повышенное, то наоборот два действия за один шаг. Да, такое вот занятное дело. Но ничего особенного. Такс, тупик. Повсюду тупики еще встречаются. Это, конечно, тоже печально, но ничего не поделаешь. Так, на, сдохни уже, скотина. Такс. Надо будет, конечно, по возможности позаменять все ненужные умения на атакующие. Но со временем это все равно все пройдет, так что успеем. Сейчас главное сосредоточиться на том, чтобы случайно не оказалось, что у меня потраченное здоровье. Тфу-то, случайно не поверить, короче говоря. Так. Ну вот, теперь меньше, теперь уже меньше повышается. Уже двойки до единицы одни. Эх, халява, халява. Приди, пожалуйста. Че, все уже, что ли? Да, походу. Эй, Джон, впереди становится светлее. Давай двигаться, ага. Ура. Эй, это... Скраги! Мы наконец-то нашли его. Джон, давай поймаем этого засранца и посмотрим, что он скажет. Ой, кто-то же идет. Это не может быть. Бла-бла-бла. Что? Ты хочешь, чтобы мы спрятались? Эй! Что за хренатень, Джон? Ну, а что за хренатень, я так думаю, будет полезно выяснить уже в следующей серии. Пока что на полчаса я не записывал, поэтому... Немножечко прерваться надо и, блин, отрегулировать свое дурацкое кресло. А то уже шея затекла. Стараться приближать свой микрофон поближе к приставке, чтобы было слышно. Так что в следующей серии мы уже узнаем, что за большая сделка. А пока что пусть останется загадкой таинственность, так сказать. Да. Ну, а пока что все. Субтитры сделал DimaTorzok